Аиша, рада Аллаху Аня, сказала, что нравственные достоинства, их всего десять. Первое – это ас-сиддк, правдивость. Второе – ит-теба'а с суннати расулиллахи, саллаллаху алейху ас-салям, фита'атиллах – это следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейху ас-салям, в покорности Всевышнему Аллаху, субханаху а-та'аля. Ит-та'а саил – подаяние просящему и воздаяние добром за добро. Джазау лихсан билихсан – за добро отвечать добром. Хифзу ламана – сохранение доверенного. Ис-салю ррахим – поддерживание родственных связей. Ихсан – илалджар ва илал ахарин – это добросовестность по отношению к соседу. И другу, и краму-дайф, гостеприимство. А стыдливость – главная из них. Сказала Аиша, р.A. Стыдливость является главным всех этих качеств. Говорит, саллаллаху алейху ас-салям, Пророк сказал, что в каждой религии есть своя особенность, своя особенность нравственности, а нравственность ислама – это стыдливость, это стеснение, сказал посланник Аллаха. Сахабы передают то, что Пророк был самым стеснительным человеком, самым стыдливым, и если что-то ему не нравилось, мы могли узнать по его лицу, что лицо изменялось, сказали сахабы. Сахабы приводят то, что посланник Аллаха сказал, что стыдливость и вера всегда не идут вместе. Если у человека есть стыдливость, тогда и будет вера. Если у человека есть вера, тогда будет стыдливость. Но если у человека лишается стыдливости, вера следует за ней, сказал саллаллаху алейхи вассалям. Также Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, приводит Аль-Бухари во Муслим, что стыдливость приходит только с благом. После стыдливости у человека есть чувство стыдливости перед Всевышним Аллахом, перед людьми, тогда у этого человека будет только благо. Но также мы должны понимать, уважаемые братья, то, что стыдливость не должна запрещать человеку говорить о истине, о хақ. Например, помните, когда Умар, рада Аллаху ангум, когда сказал сахабам, на нем были саубан, на нем были две накидки, две одежды. Он повелевал, амара бисаммай ватаа, повелевал слушать его и подчинению. Тогда они сказали сахабы, мы не будем тебя слушаться. Почему? Потому что у тебя две одежды, а у нас у каждого по одной одежде. И тогда Умар, амара, рада Аллаху ангум, что сказал? Я Абдаллах, о сын мой, о Абдаллах, приходи, иди сюда. И тогда он ему сказал, что я хочу, чтобы ты был свидетелем перед ними, то, что эта накидка, не ты ли мне ее дал, а ты ли мне дал эту накидку в качестве подарка? Да, говорит, сказал, что теперь мы будем тебя слушаться, и Абдаллаху ангум, они сказали. То есть они правителю так сказали. Также, когда Абдаллаху ангум поднялся на мембар, в его время, знаете, что был очень большой махар. То есть многие не могли жениться из-за большого махара. И тогда Умар, амара, хаттаб, сказал, я юханниса, и тақын Аллаху фи ему хури кинна. О, женщины, будьте Аллаха меньше, простите, махар. И тогда фақаматыль мара, и встала одна женщина, и сказала, Я Абдаллаху ангум, ай юхатын Аллаху, ватамна'ана. О, Абдаллаху ангум, а ты нам запрещаешь. Неужели ты не слышал слова Аллаха, где Аллах говорит, расценит махар даже как кинтар, как 45 килограмм золота. Тогда она сказала, хақ, встала женщина, и Абдаллаху ангум принял это. Даже добавил в одном ревейте, сказала, что кулюн нас, это Абдаллаху ангум. Какой он был храбрый человек, какой он был справедливый, но когда он слышал аяты, хадисы, как он канет и кассар, то, что он ломался, когда слышал аяты, когда слышал хадисы, кулюн нас афгаху минка и Амар. Все люди более знающие, чем ты, Амар, сам себе сказал. Хотя он был великим ученым, сахаба, халифа, но из-за его вот этого зогада, из-за его вот этой стыдливости, он сказал, все больше тебя знают, Амар. Сальман Аль-Шариси передал следующие слова, и это очень великие слова, и хотелось бы, чтобы мы не просто их читали на хутбу и слушали, но чтобы мы поняли эти слова, иншаллах, и старались жить по этим словам, и чтобы это было правило для нас и постоянное напоминание. «Инн الله عز وجل قال, «Инн الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبداً», «Назع منه الحياة», «Фإذا نазع منه الحياة», «Лم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً», «Фإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً», «Назعت منه الأمانة», «Фإذا نزعت منه الأمانة», «Лم تلقه إلا خائناً مخوناً», «Назعت منه الرحمة», «Лم تلقه إلا رجيماً ملعناً», «Назعت منه ربقة الإسلام». Великие слова, да, Аллах, чтобы это было нам напоминание постоянное. Сан-Малин Фарис сказал, «Поистине Аллах, سبحانه وتعالى, если желает погубить своего раба, он лишает его стыдливости. Лишився стыдливости, человек становится ненавистным для других, неприятным для других. А когда он становится ненавистным для других, Аллах лишает его честности». Амана. Лишившись честности, он становится вероломным. А когда он становится вероломным, Аллах лишает его милосердия. Лишившись милосердия, он становится жестокосердным и грубым. А когда он становится жестокосердным и грубым, Аллах лишает его веры, иман. А лишившись веры, он становится проклинаемым шайтаном, сказал Сан-Малин Фарис. То есть, все отсюда идет постепенно, постепенно, одно за другим. Поэтому, да, Аллах, Субхану Талан, нам беречь это и всегда помнить об этом. И в конце хотелось бы провести еще один. Много об этом говорится в хадисах. Да, Аллах, Субхану Талан, не просто нам читать и слушать, а делать хотя бы чуть-чуть из этого. А вот это вот отсутствие стыдливости, наглость, это от джафа. Это когда человек отдаляется от Аллаха, становится далеким, неблизким ко Всевышнему Аллаху. То есть, стыдливость от веры, вера в раю, сказал посланник Аллаха, тем самым он нас побуждает этому. А вот это отсутствие стыдливости, это от отдаленности перед Всевышним Аллахом, Субхану Талан. А вот эта отдаленность от Аллаха, она в нару, в аду, в огне. Да, Аллах, Субхану Талан, чтобы мы были искренными рабами, Всевышним Аллаху, Субхану Талан, чтобы следовали Корану и Сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейху ассаляму, акула ма тасмаун, астагфираллаху ли в лакум в лисайрин муумининам и кулли дзамбе, фастагфируху, иннаху хуал гафуру ррахим, аль-джаваду л-карим, ассамия аз-баллаху. Субхану Талан